Мы в Красноярском литературном музее. Здесь открылась выставка, посвященная творчеству художника Марка Живила. Она называется «На главном меридиане». Разные бывают страны. Большие и малые, жаркие и холодные, цивилизованные и отсталые. Но эта страна просто удивительна. Так начинает свой знаменитый рассказ о Красноярском крае в газете «Советская Россия» за 1969 год художник и журналист Марк Живила. И рассказ его иллюстрирует им же созданные рисунки. Эта выставка, ну буквально одна страница из его очень сложной, в какой-то степени такой вот невольно-авантюрной биографии. Вот для того, чтобы прийти к такой спокойной, размеренной, сытой творческой жизни, нужно было пройти очень сложный путь. В 19 лет Марк Живила ушел добровольцем на фронт. На фронте попадает в штрафбат за какое-то юношеское нарушение. Из этой штрафной роты при штурме высоты из 200 человек остается в живых шестеро. Живила получает три ранения, но остается живой. Три ранения на фронте дают льготы для поступления в художественный институт. Но в одном из госпиталей он теряет справку о ранениях. И, недолго думая, сам ее себе и рисует. В приемной комиссии это обнаруживается, и неудавшийся студент оказывается в тюрьме. Но невероятные приключения Марка Живила на этом не заканчиваются. Будущий художник совершает побег. Его находят, снова судят, дают шесть лет лагерей в Сибири. В 1954 году Марк Живила выходит на свободу. У него начинается совсем другая жизнь. После лагерей Марк Живила устраивается в школу учителем черчения и ходит в летние походы со своими учениками. Об этих походах Марк Живила начинает писать в разные газеты, сопровождая заметки своими рисунками. И его начинают печатать. Он становится членом Союза журналистов СССР. Это 70-е, 80-е годы. Это тогда, когда строится ГЭС, когда активно очень индустриализация края проходит. И Марк Живила, как художник и как журналист, путешествует по краю. Путешествует и описывает людей. На Черногорском угольном разрезе художник-любитель Живила, учитель черчения, человек свой. Марк Живила вспоминает. Слушать интересных людей, рисовать радостно. Ты ищешь характер, заглядываешь в чужую душу, и часто раскрывается такая широта чувств, рядом с которой сам становишься чище и добрее. Советская Россия, Марк Живила. Екатерина Городнинская, это бетольщица ГЭС. На строительстве Красноярская ГЭС. Свой жанр он определял как изо-репортаж. Зарисовка и к этой зарисовке текст. Папка моя распухла от рисунков, пишет в дневниках Марк Живила. А это у нас известие, рисунки, присыланные вами. К сожалению, публиковать не смогли, они не понравились. Если располагать временем, хотелось бы иметь несколько зарисовок на сельскохозяйственные темы. Запад делал. И делал эти зарисовки. Около 30 лет один из лучших альманахов СССР, альманах Енисей, выходит в таком виде, как его придумал Марк Живила. А это строчки из письма Марка Живила, любимой жене. Экзюпери не считал себя писателем-профессионалом. Авиация была для него профессией. И я считаю, не должно быть писателей и вообще в искусстве профессионалов. Только любители. Когда-нибудь так и будет. Люди будут творить не ради заработка. Человек должен творить по воле сердца.